Каменные породы. Как мало мы о них знаем. Статья о поле снегопада. Текст читаю я, Елона Стоянова. Глава 1. У столовых гор есть корни. Огромное и поразительное открытие было сделано в башне дьяволов в Вайоминге. Ученые из департамента государственных парков штата Вайоминг проводили фотографическое сейсмическое измерение под башней, когда они обнаружили невероятно большую окаменевшую корневую систему под башней. Департамент парков опубликовал заявление, в котором говорится, мы обнаружили что-то похожее на гигантскую корневую систему, происходящую от основания башни дьяволов. Корневая система была измерена на глубине 4 миль и шириной 7 миль. В настоящее время мы проводим исследования и тесты, чтобы подтвердить, что это на самом деле корневая система, а не совпадение. Это открытие находится на грани переписывания истории и науки в том виде, в каком мы ее знаем. И действительно, если мы посмотрим на картины художников, как они рисовали эту столовую гору, то в начале деревья могут показаться травой около пенька. Но присмотревшись, может создаться впечатление, что художник, так сказать, болеет гигантизмом, нарисовав пенек больших размеров. И только узнав, что данный пень – реальная скала, а также плюсу исследования найденной корневой системы, то начинаешь вполне справедливо летовать. Как же так случилось? Что мы о планете вообще ничего не знаем? Ведь со всех сторон – то школа, то куча писанной и списанной друг от друга литературы, телевизор, СМИ, газеты, политики, ученые – день изо дня пытаются навязать диктаторским способом, что в мире все изучено. Мол, думать ни о чем не надо, а желание что-то исследовать вообще принято высмеивать и считать смехотворным. Хотя, как по мне, смешнее эту гору с корневой системой считать вулканическим образованием. И вот, давайте отсчитывать цепную реакцию, какая бы произошла, если бы мы жили в нормальном мире, а не в мире, где правят аферисты. Что должно произойти? Во-первых, мысли. С чего официальная наука взяла, что башня дьявола – это древний потухший вулкан? Получается, ее даже не изучали, а просто придумали поверхностное объяснение. Но если башня дьявола – не вулкан, то, может, и остальные неудобные горы таковыми не являются. А что тогда такое этот вулкан? Может, то же самое – вымышленный персонаж и ширма, призванная скрывать правду? Но ведь же вулканы связывают с ядром Земли, как расплавленная магма вырывается из недр планеты, чтобы излить на поверхность раскаленное железо, которое, к слову, ни в одном вулкане не было обнаружено ни разу. Далее обманщиков к ответу, настоящим исследователям медали, громкое заявление по телевизору, казнь на площади всех министров образования. Один президент в туалете душился, второй застрелился на кухне, оставив предсмертную записку. Ну-ка все меняется, аферистов жгут на костре, компетентные люди переписывают школьную программу. Директоров первых национальных каналов закрывают по тюрьмам. Темные силы в бегах, светлые на коне. Запрограммированные биороботы становятся людьми. Урон принесенной планете устраняется, мир расцветает. Ну а если еще сведения о том, что столовые горы – это пеньки прошлых, воистину гигантских деревьев. Оказывается, их немало. Причем, как современные исследования, опубликованные выше, так и предания разных народов. К примеру, свидетельство выдающейся сказательницы правды Джули Райдер, которая живет в штате Монтана, США и специализируется на мегалитах и индейских традициях. Цитата. Многие американские легенды называют этот вулкан «древом жизни». Помните ли вы Евангелие? В раю есть древо. Древо, которое они называют «древом жизни». Все мои испытания, лорд, скоро будет конец. На самом деле в раю было два чудесных древа. Одно – древо жизни, другое – древо познания добра и зла. Последний выращивал яблоко, которое я вохрустела однажды. С того дня человечество не пускает в райский сад. В Венесуэле есть пень «Вахари Куавай» или «Тепуи Аутана». Грэм Рассел описывал это следующим образом в своей статье. Это гигантский отаменевший пень? Сэра Аттана в штате Амазонс, Венесуэла. Сэра Аттана играет роль древа жизни в устной истории и знаниях индейцев пиара, населяющих этот регион. Для индейцев пиара, коренных жителей региона, Аттана является священной горой – Вахари Куавай на языке пиара. Это Куай Майоджа – пень священного древа плодов мира. Пиарская мифология рассказывает, как верхушка древа достигла высоты бесконечности, и ветви ее были полны плодов, которые упали на землю и дали жизнь Амазонке. Однажды Вахари Бог и его племянник Руай, превратившийся в скалу, Куникулус Пака, срубили дерево, чтобы собирать все плоды сразу. Руай грыз, пока древо не упало. Вот чем грыз – тоже вопрос. Итак, суммира вышесказанная, и что будет далее? Правдивых данных хватает, как от старинных преданий, так и от настоящих ученых и исследователей. Вы можете самостоятельно найти больше данных. В этом доступе немало. То есть, правда, в общем доступе есть. Но вот информационное пространство забито каким-то посторонним мусором. И вместо настоящих исследований нам подпихивают голливудские догматы. Вместо настоящих исследователей эфир переполняют священнослужители официальной науки. В общем, раздел – кому вершки, а кому корешки. И так бы продолжалось, что настоящее исследование в руках властимущих – на толпе религиозные учения, не имеющие с истины ничего общего. Если бы не было альтернативщиков. Народ до сих пор бы не знал правду. Если бы не сайт Асгарда с титаническим трудом статьи – на земле лесов нет. Ведь были старинные предания? Были. Были исследования, что это гигантские пеньки. И естественно, и даже дети неоднократно видя эти горы спрашивали зомбированных родителей, что эти горы спилили великаны? В ответ родители лишь смеются, мол, какое наивное неразумное дитя. Фантазируют, дескать, вырастешь и тебе с телевизора дядя и тетя все расскажут по дискавери. И вот эта наивность взрослого Амери до сих пор бы подавляла умение видеть правду в детях. Если бы не Асгард. Ведь после их труда именно общество настолько открыло глаза, что теперь читаем даже на сайтах Америки. К примеру, выдержка из статей. Видео в основном показывает, что в древние времена вокруг Земли были гигантские деревья высотой от 6 до 60 километров. Как бы странно это ни звучало, видео действительно содержит некоторые доказательства этого утверждения. Достаточно убедительные доказательства, но, безусловно, не абсолютные доказательства. Основной пример – башня дьявола из Вайоминга, США. Это гора с плоским верхом, похожая на гигантский пень. Это, конечно же, легко отнести к случайности. Ну а русский ютубер показывает фотографии нескольких гор, которые напоминают пни со всего мира. И других гор, которые выглядят как деревья, которые были уничтожены более жестоким образом. Я предлагаю вам посмотреть видео самостоятельно, чтобы убедиться, согласны вы или нет. Далее под подобными публикациями споры, восторги, восхищения и также зависть и ненависть, насмешки и прыщавый школьный юмор. Ну куда же без него? Ведь какое общество, собственно, нужно рулевым, такое его и воспитывают. Кстати, спрашивал у револьвера язычника, как у них в Германии на этот счет. Говорит, что публикация наших ребят там тоже набирает обороты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok